Здравствуйте! Магазин Lucha.ru Сегодня мы с вами смотрим украшения завода Вега. Незаслуженно мы их обошли вниманием. Последние все видео были посвящены натуральным камням. Сегодня мы смотрим коллекцию именно этого завода, так как она интересна тем, и ценность ее представляется тем, что все украшения делаются мастерами вручную. То есть ювелир берет ювелирный воск, это такой как кусок пластика, руками вырезает формат изделия, затем это изделие выплавляется в серебре, в него вставляются камни, значит, меряются все замки, и только после этого оно и уходит в серийное производство. Поэтому это изделие ручной работы ювелиров. Начнем мы с вот такого комплекта, называется он Каберне. Здесь у нас кабошоны, а коллекция будет только с камнями огранки кабошон. Кабошон это камень, который сверху имеет вот такую круглую форму. Значит, обязаны кабошоны популярность их французскому министру Жюлю Мазарену. Он когда-то имел 18 крупных алмазов, и чтобы не терять каратность при огранке, он решил их огранить способом кабошон. Соответственно, каратность у них осталась большая. После этого он подарил эти бриллианты королевскому двору, и они пошли в моду. Это было в 17 веке. К 19 веку постепенно популярность их сошла на нет, но так как в моде у нас все циклично, то сегодня кабошоны вновь популярны. Многие известные звезды и модели носят у нас с удовольствием эти украшения. Так вот, мы смотрим коллекцию завода Вега с украшениями, с камнями кабошонами. Кабошоны у нас имеют разную огранку. Вот мы сейчас взяли комплект, у которого тыльная сторона, видите, гладкая. И кабошоны с гладкой тыльной стороной имеют такое ровное свечение одного цвета. То есть камень не сильно прыгает по цвету, когда вы его носите. Значит, этот комплект называется каберне. Замочек у сережек обыкновенный, английский. Сядут они на любой прокол. Ну, это петелька подвесных сережек всегда хорошо садится на всех. Размер 18,5. 18,5 садится на 18,5. Следующий комплект называется галереи. Здесь у нас также кабошоны. Тыльную сторону имеют гладкую, поэтому свечение будет камня ровное. Цвет. Посмотрите. Интересны они тем, что замочек, сам штифт опущен, а швенза у нас немножко завышена. За счет этого они не будут заваливаться, полностью прикрывать мочку. И вот так вот плотненько у вас сидеть, как бы а-ля клипсы, скажем так. Это украшение называется галереи. И вот такое кольцо. Растительный орнамент постепенно переходит выше. И посмотрите, в цветочках в каждом вставлен цветной фианит, поддерживающий цвет основного камня. То есть, создается такой эффект цветочного букета или клумбоцветочный. Размер 18,5. Но так как здесь широкая шимка, я думаю, что на 17,5 он мне сел просто великолепно. Комплект называется галереи. Это у нас кварцы и фианиты. Сегодня мы смотрим такую коллекцию. Далее мы смотрим. Украшение называется адепта. Здесь у нас такая розово-сиренево-вишневая гамма. Кварцы цвета родолит. Розовый кварц родолит. И добавлен лунный камень. Мне кажется, лунный камень здесь добавляет всему украшению такой немного нежности он дает. Сережки здесь асимметричные относительно центра, поэтому нужно их мерить в магазине. Вот в таком формате, как я показывала, или перевернуть наоборот. Размер 20,5. Сейчас померю. Колечко большое, шиночка широкая. Так смотрится. Размер 20,5. И вот я в другом варианте поставила на 20,5. Очень нежный комплект. К этому комплекту есть браслет, который сделан изначально заводом именно к нему. Видите, родолиты у нас. Лунные камни. Причем обратите внимание, что в этом браслете сочетаются как ограненные камни, в собственных комплекте, так и кабошон. Это дает дополнительную такую игру цвета и света. Очень яркий, насыщенный. Насыщенный такой комплект. Так, я положу сейчас сережки. Смотрите, вот такой скругленный как бы форма браслета, да, каркасного, он позволяет обнимать женскую руку, я уже говорила, и запястье на складном замочке. То есть размер можно поставить еще один в замочек и увеличить или уменьшить. Вот так вот браслет смотрится на руке. Комплект называется Адетта. Дальше более спокойный комплект. Называется он Соты. Смотрите, это Соты комплект. Здесь у нас такая легкая геометрия, треугольные кабошоны, опять же, с гладкой тыльной стороной. Такое колечко. Более спокойный такой рабочий комплект. Сейчас посмотрим, что у нас с размером. 19,5. Он 19,5, думаю, плотно, на 19 подойдет. Комплект называется Соты. Далее более яркий, такой уже вечерний вариант украшения. Называется оно Марс. Здесь у нас 18,5 комплект. Смотрите, опять же, кабошон подчеркнен гранеными, россыпью граненых фианитов. За счет этого игра камней смотрится более привлекательно. И сережки. Размерно здесь не надо смотреть. Они у нас также работают на две стороны. Вот такой вариант. И вот такой вариант. Комплект называется Марс. На вечер прекрасное украшение. Далее более спокойное повседневное украшение. Интересно тем, что камень в форме груши у нас здесь окружен серебром. Видите, с такой ниткой фианитов. И верх камня, то есть вот этот самый узкий момент, прикрыт такой нежной веточкой. Называется комплект Лирика. Посадка у нас здесь практически на любое ушко сядет. Исключение только очень высокий прокол. Вот так смотрятся сережки. Сейчас я померю колечко. Колечко там у нас размер 17-й, крошечное совсем. Поэтому на 16,5 милю. Вот так вот смотрится комплект Лирика. Но каждый день вполне себе имеет место быть. Причем синий такой цвет у нас практически уже относится к базовому гардеробу. Еще один комплект Раджа. Посмотрите, какой красоты серьги. Это явно вечернее яркое украшение. Здесь уже у нас кабошончики имеют на тыльной стороне огранку такую фацетную. Поэтому, когда они будут работать на просвет, посмотрите, какая будет игра камня. То есть он будет светиться то более ярко, то менее ярко. И в определенной плоскости, надеюсь, вам видно, будет видна вот эта вот роза. То есть центральная точка. Называется это... Так, сейчас посмотрю. Это называется комплект Раджа. Смотрите, какое колечко будет вытягивать пальчик. Вот так вот. Так, посмотрим сейчас. 19,5 милю. Но опять же, шинка здесь достаточно широкая посадка. Я думаю, что на 19,5, на 19 оно сядет. Вот на 18,5 я одела, мне немножко свободно. Комплект называется Раджа. Вечерний вариант на торжество. Опять же, у нас впереди выпускные вечера начинаются у девушек. Но мамы тоже должны красиво выглядеть. Далее смотрим комплект Кантеле. Здесь у нас опять сережки асимметричные. И здесь у нас, смотрите, кварт цвета Александрит и Аметист. Наверху у нас Александрит, который поменяет при искусственных лампочках цвет на зеленый. Поэтому вот эти фиониты сделали зеленого цвета, чтобы видишь, он тоже смотрелся органично. И внизу у нас цвет светлого аметиста. Колечко здесь также состоит из двух камушков, двух разных камней. То есть верхний Александрит и нижний Аметист. 19. 19, я думаю, на 18,5. Ну, великовато. То есть брать надо 19 на 19. Следующий комплект, любимец наших женщин, называется Милан. Уже можно его отнести к классике. Здесь у нас также кабошон имеет на тыльной стороне огранку. Поэтому видите, как меняется цветовая гамма в зависимости от угла освещения. Комплект называется Милан. 17,5. Ну, 17,5. Мне прям хорошо сел на 17,5. И сережки. Здесь опять же английский замок с петелькой обыкновенный. Поэтому такие комплекты очень хорошо садятся на любой прокол. Центровка у веги замечательная. Поэтому ни у кого эти комплекты не заваливаются. Посмотрите, он яркий. В то же время достаточно такой убористый он, скажем так, для ежедневной носки. Освежить костюм. Дальше мы смотрим полную эклектику. Комплект называется Шарада. Здесь у нас опять кабошон. Посмотрите, как хорошо здесь на просвет видна играет вот эта роза. Вот я кручу. Надеюсь, что все видно. Тыльной стороны он ограненный, поэтому такая игра цвета. Идет обыкновенный геометрический орнамент, который постепенно сползает в такую змейную кожу. Размер здесь 18. Вот на 17,5 немножко велик. И сережки. Ну, здесь прям полный набор. Идет змейная кожа. Дальше идет натуральный речной жемчуг с зеленым таким отливом. Смотрите, он полностью подчеркивает цвет основного камня. И внизу вставлен цвет аквамарин, который постепенно от темного переходит к светлому гамму. Опять же, роза, посмотрите, как хорошо на просвет она в серьгах будет работать. Я очень хотела бы, чтобы вам было это видно, так как видно мне без видео. Вот она рабочая роза, огранка. И здесь у нас также небольшой геометрический орнамент. И на сережечке, видите, в самом начале такая змеиная кожа. Полная эклектика. Комплект называется Шарада. То бишь, загадка. Следующий комплект Шардоне. Что-то мы пошли по букве Ш. Он у нас совершенно несимметричный. Полная как бы разница. Здесь у нас, видите, кабошон практически по краю идет. А здесь у нас очень много цветочного орнамента с фианитами. Поэтому опять же сережки мы меряем в двух вариантах в магазине. И сейчас я достану колечко. Ой, секунду. У меня на колечко поженились и не хотят разводиться. Вот я их разрушила союзом. Они бирочками запутались. И здесь у нас, посмотрите, какая интересная шинка у кольца. Прям полностью цветы с лепестками, со всеми линиями. В них стоят фианиты. Вот они, цветочные веточки. Вот он растет. Замечательная работа. Начинаю, когда смотрите, я прям уплываю. Вот так. Размер 18. И здесь у нас кварц цвета родолит. Ну, 18,5 нет. А вот за счет большой шинки 18,5 мне село просто великолепно. И вот так вот сережки. Вот так вот. Комплект называется Шарданэ. Камень цвета родолит. Кварц цвета родолит. Далее мы смотрим еще один великолепный в работе комплект. Комплект называется ИРН 20 размер. Я потом его померю в 19,5. Смотрите, какая прелесть идет. То есть вот идет древовисный орнамент. Прям цветы завиваются. В них лежат красивые фианиты ограненые. Центральный камень, извините, кабошон. Опять же у него с тыльной стороны огранка розы. И посмотрите, какое великолепие мы с вами видим. Как можно говорить про эти камни, что они стекляшки? Фианит это искусственный аналог бриллианта. То есть по своей структуре он ему соответствует. Естественно, такой бриллиант мы себе позволить не можем. А фианит можем. Плюс прелесть листи у нас в том, что фианиты у нас бывают всех цветов и оттенков. Размер 20. Мерю. И вот такие серьги. Мне кажется, прям вечерний вариант украшения. Просто великолепный. Посмотрите, как вы будете идти. И в ушах у вас вот эта вот сережка будет давать нам такую бриллиантовую розу. Не знаю, я прям смотрю на них и сама чаруюсь. Мочка прикрыта. Посмотрите, какой красотой прикрыта мочка. Маленькие фианитики. Фианитик груши цвета турмалин. Основной у нас цвет оливин. И основной камень кварц. Посмотрите, огранку тыльной стороны камушка. И вы поймете, какое преломление цветочное дает. Комплект называется ИРЭН. ИРЭН комплект. От завода ВЕГА. Вот такая невозможная красотища. Кварцы и фианиты. Немножко сейчас позже углублюсь в это. Дальше у нас идет комплект, который называется БХАРАТ. Смотрите, какая здесь великолепная работа. Для того, чтобы закрепить вот эти все камни, вот вы посчитайте, сколько здесь камней. Я даже посчитать не берусь. Каждый камушек закреплен в изделии руками. Представляете, работа ювелиров какая? Мимо того, что это надо придумать, создать, а потом руками вставлять каждый камень. Здесь у нас центральный цвет турмалина. Мочка полностью будет закрыта. Верх такой высокий. То есть на ушки вот так они будут. Просто красота. Так зачаровалась я и забыла про колечко. Комплект называется БХАРАТ. Сейчас мы найдем к нему колечко. Размер 17,5. Ну, прям размер, посмотрите. Мне кажется, такая вот классика. Знаете, дорогие бриллиантовые украшения обычно выполняются в таком стиле. И к нему есть вот такой в тон в тон комплект. Идеально подобран изначально заводом. Много элементов. Конечно, это не дешевые украшения. Вот я держу в руках. Вот здесь у нас, сколько там получается? 31 грамм. Он прям чувствуется в руках. Посмотрите, сколько здесь камней. Есть. Работа, конечно. Складной замочек. Вот так вот это смотрится на руке. Причем, опять же, зеленый цвет. Он такой не кричащий. Практически базовый. Мне кажется, этот браслет можно носить не только с этими украшениями, но и с массой других. И кабошон в россыпи фианитов смотрится очень-очень красиво. Комплект называется БХАРАТ. Далее мы смотрим еще один кабошон. Он у нас имеет, опять же, стильной стороны огранку. Вот оно, это свечение пошло. Посмотрите, как великолепно оно работает, как видно его в сережках. Комплект называется АПОЛОН. Серьги у нас здесь с обыкновенным английским замком. Так, и еще посмотрим колечко. И вот колечко. Здесь у нас гладкозавальцованный по краям. Посмотрите, какая работа. Разделено на квадратики. В каждом квадратики руками в 4 крапона закреплен фианит. Вот на таком постаменте. Размер по мере в 17,5. Великолепный цвет родолит. Такой черносмородиновый. У варенья, мне кажется, промежутки. Такие бывают. Называется АПОЛОН. Дальше еще один комплект называется Колизей. Здесь у нас цвет голубого топаза. И опять же сочетание кабошона, который несет такой более плотный цвет и блеска фианитов, они как бы поддерживают друг друга. Опять же английская петелька. То есть садятся такие сережки вообще на любой прокол. Сейчас я померяю колечко. И колечко мы смотрим. Размер 18,5. Смотрите. И на выход люди на каждый день надели и пошли. Опять гамма такая яркая и спокойная одновременно, не кричащая. Комплект называется Колизей. Косатка хорошая, удобная. Так, еще один комплект называется АПОЛОН. Здесь у нас также кварцы цвета оливин. И вокруг россыпь фианитов. Видите, они отделены таким черненым серебром. И за счет этого как бы очень красиво, мне кажется, смотрится. И сейчас кольцом с вами будем смотреть. Размер 18. Вставка хоризолит. Кварц хоризолит. Смотрите, ну кольцо мне немножко великовато. Великолепный такой перстень. Кольцо это перстень. Прям видно, что перстень. И серьги. Опять же, можно их в таком варианте померить. И в противоположном. Кстати, вот этот комплект все время на фотографиях смотрится как-то странно. А вот живьем он безумно красивый. Роскошный совершенно комплект. Называется комплект... Сейчас еще сережечки в другом размере, в формате посмотрю, покажу. Комплект называется АВАЛОН. Так, еще один великолепный комплект называется КРОНА. Вот она, серебряное кронодерево из гладкой шинки, вырастает и охватывает своими листиками. Крапона сделаны как листики кабошон. Кабошон у нас опять имеет с тыльной стороны огранку. Поэтому смотрится он более чем великолепно. Цвет это камня Александрит. То есть, когда вы включите лампочки, он у вас будет густо зеленого. Вот такого вот практически цвета, турмалинового размера, 19,5. Ну вот мне сила 19,5 за счет ниши под камушком прекрасно. 19,5. У сережек, кстати, очень хороший замочек. Он достаточно маленький по своим размерам. За счет этого сережка не будет болтаться. И опять же, дырочка и мочка плотно прикрыты. И посмотрите на просвет сережка. Пограмма какая великолепная. Называется комплект Крона. Так вот, про кварцы и фианиты. У нас все камни в природе имеют свои структуру и названия. Я вот так буду, наверное, крутить этот комплект и рассказывать вам. То есть, если мы возьмем аметисты, цитрины, розовый кварц, это все группы камней относятся к кварцу. По их подобию были выращены кварцы. Поэтому, когда мы видим на бирочке кварц, и он имеет, например, цвет аметист, аметист, топаз, хризалит, турмалин. Это все кварцы. Соответственно, кварцы имеют структуру камня кварц, имеют его свойства и характеристики. То есть, они менее плотные, более легкие, более дешевые. Поэтому, как правило, кварцы у нас имеют вот такие большие размеры. И что такое фианиты? У нас есть натуральный камень, который алмаз. Когда его ограняют, он становится бриллиантом. Так вот, бриллиант более плотный, более тяжелый. Он более, знаете, дорогой. И поэтому при выращивании, естественно, эти камни получаются более маленькими. Наверное, все-таки выращивать структурную решетку бриллианта более дорого. Поэтому, как правило, маленькие вот эти камушки, которые вставлены, они у нас фианиты. Вот по этому аналогу, собственно, они и присутствуют. Когда начинают разговаривать о том... Так, мы переходим дальше к комплекту Тбилиси. То есть, в центре у нас будет кварц, и по краям у нас стоят фианиты. Название свое фианиты получили по изобретателям. Это физический институт Академии наук, ФИАН. Они были там изобретены, поэтому так и получили. По своему химическим названиям кубик циркония. То есть, кубик циркония и фианит – это один и тот же камень. Просто с разными названиями, как по-разному их называют. Камень циркон не имеет к кубику циркония никакого отношения. Камни цирконы достаточно дорогие, редко встречающиеся, и стоят, ну, как настоящие алмазы. Поэтому давайте не будем с вами путать. Значит, сейчас у нас комплект Тбилиси. Немножко колечко побежало. Размер 20,5. Здесь у нас опять кабошон гладкий, поэтому цвет получается более насыщенный. Такой сиренево-малиновый. И в тон ему вставлено, посмотрите, сколько фианитиков разноцветных. Но они все равно поддерживают общую гамму украшения. Вот такой комплект Тбилиси. И вот такой к нему есть браслет. Так что прекрасные украшения ручной работы от мастеров из Санкт-Петербурга, а именно завода Вега. У нас очень большой выбор украшений на сайте. Ссылка будет под видео. Мы ждем вас в нашем магазине. Всего хорошего.